В Твери на Октябрьском проспекте 68-летний мужчина без шлема и экипировки, управляя самокатом, врезался в легковой автомобиль. С места аварии самокатчика увезли в больницу. На Московском шоссе автомобиль БМВ наехал на опору уличного освещения. По данным ГИБДД, 34-летний водитель иномарки не справился с управлением. Мужчине потребовалась медицинская помощь. В Твери на стадионе «Луч» состоялась товарищеская игра по мини-футболу, посвященная 80-летию матча в освобожденном Сталинграде. Участниками товарищеской встречи стали команда судебных приставов и УФСИН России по Тверской области. Легендарный футбольный матч на руинах Сталинграда состоялся в мае 1943 года между командой «Спартак» и сборной командой «Динамо». Единственным местом, пригодным тогда к проведению матча, был наименее пострадавший в ходе сталинградской битвы стадион завода «Азов». Для подготовки стадиона сотни добровольцев засыпали воронки и собирали осколки, помогая убирать зенитные орудия и выравнивать поле. В итоге посмотреть матч собралось порядка 10 тысяч человек при вместимости трибун в 3 тысячи мест. Цель была одна – показать, что в городе, не сломившемся перед нацистами, все еще есть жизнь. Старт нынешней игре дала руководитель управления Федеральной службы судебных приставов по Тверской области Надежда Семенова. «Жителям Сталинграда хотели показать, что все-таки все вместе, что победа совсем-то очень близкая. Я думаю, что для нас с вами сейчас тоже очень важно, чтобы и вы, и мы, и все понимали, что у нас тоже сейчас очень важная цель, да, это наша победа». Со счетом 6-0 победила команда УФСИН. Матч прошел в рамках общероссийской акции Федеральной службы судебных приставов. «Сегодня, несмотря на плохие погодные условия, а именно хорошей промяной дождик, которая была в начале игры, состоялась все-таки игра между Федеральной службой исполнения наказания и Федеральной службой судебных приставов. Игрой довольны, как говорится, все хорошо, травмы нет». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова